Всем привет, нам хай! И вот, ура, наконец-то, новый большой видеоролик про топ-85 просто крутых фильмов. То есть, если когда я снимал про книги, там я снимал про все книги, которые я читал, и хорошие, плохие, то здесь я вам расскажу про фильмы, сериалы, которые я смотрел, которые я ценил на 7 из 10 и больше. Да, крутые фильмы, которые подойдут как для того, чтобы почилить вечерком, так и для того, чтобы замотивироваться или получить энергию, бодрость, даже какую-то полезную информацию. Так что всем приятного просмотра и полетели. Первый фильм «Джанго освобожденный» 10 из 10, это крутой фильм с Леонардо Ди Каприо. Там еще есть один крутой актер, но я не знаю имена актеров. Да, вот такой я смотритель фильмов. Фильм про то, как один охотник за головами во время Дикого Запада в Америке выкупил одного раба черного, и он стал его партнером. Идем дальше. «Мажоры на мили» тоже 10 из 10. Фильм про, понятное дело, мажоров, но в какой-то момент их отцу это надоело, и он решил их очень круто проучить. Тоже смотрите. Это и практичный фильм, и просто крутая кинолента. «По соображениям совести». Это фильм основан на реальных событиях, про Вторую мировую войну, про американского солдата, который не брал в руки оружие, потому что он был верующим, считал, что нельзя убивать людей, даже касаться оружия. Но при этом он был одним из самых легендарных и полезных полевых медиков. Это великолепная картина, как и исторически, так и в плане киноленты. Это просто бомба, всем советую. «Джек Ричард». 7 из 10. Ну, картина неплохая довольно, ее можно посеять даже пару раз. Ну, это такой боевик. Просто прикольный, крутой боевик с интересным сюжетом. Ну, боевик. «Зеленая книга». Тоже основан на реальных событиях. Это 10 из 10, 100%. Рассказывает про пианиста доктора Ширли, который решил во времена того, когда еще в Америке до конца не приняли, так скажем, черных, и в северной части Америки, если не ошибаюсь, у меня с географией не сильно великолепно, там их прям еще очень сильно недолюбливали, и арестовывали, и ущемляли их права, и он туда поехал специально сделать тур. Это очень, очень великолепно, как и исторически, так и кинематографически. «Форс-мажор» — это сериал. Это 11 из 10 про американских юристов. Даже нью-йоркских юристов, когда ты заходишь в офис и уже даешь 4 тысячи долларов. Это просто офигенно. Как кинематографически, это очень круто, вайбобо. Также, ну, там есть очень много крутых моментов с переговорами, с давлением. Ой, ну просто пушка. «Сверхъестественное» — это прикольный сериал, но перетянутый. 8 из 10. Ну, просто прикольное посмотреть кинолента «Чернобыль. Зона отчуждения». 10 из 10, хотя в то же время сериал довольно специфический в плане сюжета. Очень много таких прям поворотов, переворотов. Но мне такое заходит. История того, как группа друзей поехала в Чернобыль. И там началось. Ну, а что началось, вы можете увидеть сами. Пока не сыграл в «Ящик». Прикольный очень фильм. Это 7 и 8 из 10. Про двух стариков, которые заболели одной смертельной болезнью. Осталось там жить совсем чуть-чуть. Точно помню сколько. И один из них был богатый. И тот другому предложил выписать все мечты и осуществить их. Ну, и они их осуществляли. Так что смотрите. Это очень прикольно. И этот фильм помогает над кое-чем задуматься. Посмотрите. Человек, который изменил все. Это история. Реальная история из американского футбола. Про человека, который пришел, собрал команду. Просто, ну, на тот момент непринятым нормам бейсбола. И достиг больших высот. Они там делали 20 побед подряд или даже больше. И заняли на тот момент, кстати, второе место в чемпионате Америки. Вечность. Это сериал 8 из 10. Тут особо прям ничего вау нет. Это просто такой, ну, кинематографический сериал. Но учтите, я должен предупредить вас, что сюжет интересный. И финал последнего сезона тоже очень интересный. Но открытый. То есть, подразумевался еще один сезон. Но его не сняли. Так что будьте готовы к тому, что сюжет так, хоп, оборвался. И все, потом может ему погрустить. Поэтому подумайте, стоит смотреть или нет. Джонни Дек. История американского гангстера. Как по мне, это 8 из 10. Прикольно. Специфически отчасти боевик. Начало. Начало это великолепный фильм. У меня это слово звучит очень часто. Но это правда так. Там очень крутой актерский состав. Леонар Ди Каприо, Киллиан Мерфи. Это тот, который Томас Шелби. Так что и сюжет довольно интересный. Хотя финал, я вам скажу, прям очень специфический. Очень. Лига справедливости. Супермен, Бэтмен. Ну, такое можно посмотреть. Разочек, 7 из 10. Прикольно сделано. Но не прям какой-то вау фильм. Новый человек-паук. Ну, десяточка. Десяточка. Прикольный фильм. Ну, это, конечно, просто так. Фильм. Он ничего вас особо не научит. Вайбер никого даст. Но это просто фильм, по сравнению, почилить. Очень прикольно. Мне зашло. Игра в кальмары. Сериал 7 из 10. Есть моменты, которые позволяют на чем-то задуматься. Но в целом мне особо не зашла сюжетная линия. Сюжетные повороты. Поэтому только 7 из 10. Снайпер. Просто, ну, опять скажу это слово, но безумно великолепный фильм. Это фильм про самого результативного снайпера. США, который воевал в Ираке, воевал очень много и совершил там рекордные выстрелы. Он, при том, что он был снайпером, он участвовал в штурмах, потому что он был также морским котиком, а не просто снайпером. Это и конец тоже, ну, как и в реале построен. Это исторический фильм, отчасти. Но очень крутой реализацией кинематографа. А вот чем закончилось? Ну, вы можете как почитать историю, так и увидеть. И там в конце очень хорошая мораль. Закон каменных джунглей. Прикольный фильм. Это наш фильм. Очень много моментов, которые может научить. Про доверие. Про что стоит делать, что не стоит делать. Прикольный сериал. Я его оценю на 11 из 10. Мне понравилось. Не так часто мне нравятся СНГ фильмы, но это тот случай. И сериал. Это «Чёртово сердце». 7,6 из 10. Про мажора и мальчика, у которого серьёзные проблемы с сердцем. И про то, про их дружбу. Вообще, как она завязалась и как она продолжалась. Прикольный фильм. А также очень поучительный, я хочу вам сказать. «Need for Speed». А фильм про гонки, про нелегальные специфические гонки. Мне прям не сильно зашлось. Всего лишь 7 из 4 из 10. Но разочек посмотреть можно. «Вазманский дьявол». Это, опять же, настоящая история. Боксёра, который сломал шею. И ему все говорили, что всё, спор для него закончен. Он был там чемпионом. И для него это был шок. Но он не остановился. Не остановился. Начал тренироваться, тренироваться, тренироваться. Тренироваться. Хотя мы, опять же, запрещали. Это фильм про безумную силу воли. И в конце, вот вы узнаете, что было в конце. Я так рассказываю, но нужно рассказать аккуратно, чтобы не сломать всю интригу. Поэтому, если какие-то моменты я не доскажу, то не обижайтесь. Я это делаю для вас, чтобы вас был вообще интерес их смотреть. То я могу рассказать про каждый фильм аж от начала до конца. Поехали дальше. Кикбоксёр. Фильм с известными актёрами. Ну, я, конечно же, не знаю их имён. Безусловно. Фильм про силу воли. Про желание идти к чему-то. Стремление. И целлюстрелённость в целом. Очень советую посмотреть. Это относительно старый фильм. Но даже сейчас часть... Ну, кинематографическая составляющая фильма поражает. Поражает. Советую посмотреть. Изобретение лжи. Утопический фильм про то, когда... Про мир, где люди не говорят никому лжи, её нет. И тут вдруг один человек научился врать. И вот то, как он... Это одноразовый фильм, но тем не менее 7,3 из 10. Законопослушный гражданин. О, это очень интересный фильм про мщения, про логические цепочки. И чуть вкратце расскажу по сюжету, что там есть один человек, который... У которого просто голова работает невеликолепным образом. Он там умеет продумывать преступления. И его жену и дочку убили. Человека посадили ненамного. Он потом вышел. И этот законопослушный гражданин начал мстить. Ну а что было дальше, вы можете увидеть, если посмотрите. Либо трейлер, либо пломанностью фильм. Гангстер. Фильм 2007 года. 8, 5 и 10. Это история... Чёрн... Не обижайтесь. Чёрных гангстеров Гарлема после смерти Баби Джонса. Известного... Также одного из самых известных и влиятельных гангстеров Гарлема. И в целом всего Нью-Йорка. Такси. 1, 2, 3, 4, 5. Прикольные фильмы. У них у всех разные плюс-минус оценки. Ну, я бы такое посмотрел. Даже несколько раз можно посмотреть фильмы. Особенно определенные части. Конечно же, под конец там уже пошло не очень. Пятая часть мне, допустим, не прям вау зашла, как все остальные. Из-за смены тёрского состава. Но, тем не менее, мне тоже это понравилось. И это было круто. Все 5 частей советую посмотреть. Гладиатор. 10 из 10. Фильм про Древний Рим. Про генерала, которого лишили всего. И который хочет мстить императору. И мстит. Это... Просто пушка. Трасса 60. Это фильм, довольно специфический фильм. Хоть я его считаю 10 из 10, но его даже тяжело писать. Знаете, я могу сказать, просто сходите, посмотрите трейлер. Но это фильм, у которого есть довольно специфический такой, как я называю, наркоманский сюжет. Но при этом очень интересный и поучительный. Вот действительно, просто сходите, посмотрите трейлер и решите, зайдёт ли вам это. Потому что мне тяжело описать сюжет. Крёстный отец Гарлема. Это то, про что я уже упоминал. Это событие Гарлема во время Баби Джонса, известного криминального авторитета всего Нью-Йорка. Ну, в основном он был, как бы, представлял Гарлем. Впритык. Честно, фильм не помню. И хоть я его оценил на 9 из 10, могу сказать, посоветую посмотреть трейлер. Потому что, ну, я честно не помню. Хоть я поставил 9 из 10, но я бы не помню сюжет. Это прям очень что-то странное. Но, вот так есть. Поехали дальше. Крёстный отец. Ну, это легендарный фильм, это исторический фильм. Это, ну, обязательно посмотреть. Бригада. Да, Бригада, это, опять же, один из тех русских сериалов, еще старых, которые я могу оценить в 10 из 10. Это крутой фильм. Есть вторая часть, продолжение, но она уже подсдулась. А вот именно сериал, это про дружбу, про разборки криминальных авторитетов. Но я советую посмотреть, это очень вайбовый фильм, сериал. И при этом есть моменты, которые поучают. Обмани меня. Сериал, который, это прикольный сериал про человека, который распознает ложь. То есть он понимает, когда врут, он открыл свое агентство, которое является подрядчиком США в разных делах. Бомба. Стрелок. Тяжело рассказать сюжет так, чтобы не раскрыть все повороты, потому что вот я сейчас уже рассказал и вырезал эту часть, потому что понял, что я раскрыл определенный крутой сюжетный поворот. Поэтому просто человек, это про военного, которого попросили предотвратить убийство президента. Все, больше не могу ничего сказать, потому что дальше это будут уже спойлеры, за которые от меня можно отписаться, задизлайкать и так далее. А я не хочу этого. Легенда 17. Исторический фильм, крутой, 10 из 10, классика, про Харламова, известного хоккеиста. План побега 1, 2, 3. Это крутые фильмы про побег из тюрьмы, про продумывание, как это делать, супер таких навороченных крутых фильмов. Ой, я чурю. Советую. Все три части просто смотрятся на одном дыхании. Бизнесмен. Тоже, кстати, наш фильм, он, если не ошибаюсь, снят в Казахстане. И этот фильм научит вас, расскажет вам про доверие, про бизнес с друзьями, что я всегда осуждал. Учитель в законе. Сериал, ну, опять же, это тоже наш сериал, что пошли наши сериалы СНГшные. Ну, 7 из 10. Прикольный сюжет, но особо прям не вау, ничего такого поучительного и полезного нет. Ну, просто можно разочек посмотреть. Аферовека. Снова французский кинематограф. Рассказ уже называет про крутое ограбление банка. Прям действительно крутое и вейповое такое. Советую посмотреть. Стрельцов. Фильм про известного нашего футболиста. Ну, СССР. Опять? Слушайте, у меня действительно сейчас пошла категория СНГ-фильмы. И при том крутые СНГ-фильмы. Отчаянные аферистки. Фильм про двух девушек, которые стали мошенницами и разводили сеть супермаркетов на купоны и перепродавали товары, которые они покупали с безумными скидками. Очень нагнули систему. И, если не ошибаюсь, это фильм, построенный на реальных событиях. Все тяжкое. Заметьте, есть во все тяжкие. А это все тяжкое с Джонни Деппом. Безумно крутая история про человека, которому осталось жить не так уж много. Он был учителем в одном из крутых университетов Америки. Вот, фильмы показаны, как он проводился в последнее время. Там ему еще изменила жена. Ну и смотрите, как это вообще все было. Джентльмены. Крутой вайбовый фильм. Просто, ну я уверен, вы видели даже на резкость. Путово в ТикТоке где-то или в Ютуб шортсах с джентльменами. Крутой вайбовый фильм про продуманные схемы, проведение бизнеса, совсем легального. Советую посмотреть. Хотя, честно, фильм, я считаю, заслуживает продолжения. Ему должны дать продолжение. Хотя я не уверен, что они вообще планируют это делать. Ну и во все тяжкие. Про учителя, который начал варить великолепный металл. Лучший во всей Америке и во всем мире. Это довольно большой сериал. Он даже чуть растянутый, но это прикольно. Можно даже посетить два раза или три на протяжении года. Геракл. Фильм, ну, про Геракла. Ничего более добавить не могу. Прикольный, 7 из 10. Но они прям фильмы, которые можно смотреть постоянно. Веном. И Веном 2. Мне зашло. Прикольный, прикольный сюжет. Ну, это такой фильм чисто, вот, я оцениваю. Ну, посмотреть разочек. 7 из 10. Неоспоримый. 1, 2, 3, 4. Фильм про Юрия Бойко. Боя без правил. Который начинал драться в боях без правил. В тюрьмах. В российских тюрьмах. Потом он там вышел на горовой уровень. Ну, короче, советую посмотреть. Очень прикольный вайбовый фильм. Но, опять же, не многоразового просмотра. На один раз. Острые козырьки. Сериал, боже, бомбочка. Просто, ну, вообще, улетно. Ну, это очень вайбовый, поучительный и интересный сериал. Советую. Хотя, может, чуть-чуть растянутый. И дальше идет один из моих самых любимых сериалов. Черный список. Главный герой Реймонд Рейдент. Это просто такой вайб. Это просто такие... Я не могу даже это описать. Просто советую вам посмотреть. Это история самого разыскиваемого преступника в мире, который закрывался. Сколько он? Забыл. 20 или 30 лет. От ФБР его никто не мог уловить. Он построил самую большую криминальную империю во всем мире. Его называют консьержем преступлений. И тут, в какой-то момент, он приходит в главное здание ФБР и сдается. А что было дальше смотреть? Это великолепно. Хотя, конечно, чуть растянуто, опять же. 10 сезонов. Вроде, может, еще будет 11. Они хотят переплюнуть просто Санта-Барбару. Аудитор. Фильм про ребенка, который был аутистом. И с помощью своих возможностей стал нелегальным аудитором для криминальных авторитетов. Сериал «Нарко». История Пабло Эскобара. Сериал прикольный. Показывает, раскрывает полностью историю Пабло Эскобара. Не очень зашло. Хотя, в то же время, 8 из 10. Наш, украинский, сериал «Пес». Не скажу, что тут особенно 7 из 10 можно посмотреть. «Кто я?» Фильм про хакеров. Просто, ну, такой прям очень интересный. Хотя, концовка, я ее понял только, когда пересмотрел второй раз фильм. Очень интересно. Побеги от полиции, хакерские атаки. Вот этот весь вайп советую. Сериал «Люцифер». Про то, как дьявол взял себе отпуск и поехал в Лос-Анджелес. И стал консультантом ФБР. Очень советую. Очень прикольно и интересно. «Молодежка». 7,5 из 10. Это российский сериал про хоккеистов. Как они начали от молодежки и до уже того, как они играют в реальный хоккей. Ну, в серьезных лигах. «Менталист». Сериал про человека, который то ли умеет читать мысли, то ли нет. Вот он так сам и не понял. Ну, очень прикольно. Он является консультантом ФБР. При этом у него есть свой интерес. Потому что изначально он помогал ФБР в деле одного маньяка. Который был неуловимым маньяком. И который убил его семью. «Александр». Фильм про Александра Македонского. Его историю от пеленок и до конца. «Гонка». История двух крутых гонщиков Формулы-1, которые сражались за свое первенство в разных гонках. Совет посмотреть файбовый фильм. 8 из 10. Можно посмотреть даже пару раз его. «Область тьмы». Фильм и сериал. Опять же, есть минус того, что сериал с открытым финалом, хотя сериал уже закрыт и продолжения не будет. Это очень прискорбно, потому что фильм обалденный. Сериал обалденный. Это просто 10 из 10, но не хватает этой концовки нормальной. Ой, ужас. Ненавижу таких сценаристов, которые так делают. Да снимите хоть одну серию финальную, ну сделайте там уже финал. Ужас. Но совет посмотреть. Это про человека, который был никем, получил какой-то суперстудий наркотик или что-то подобное этого. И бум, взлетел, полетел. Его мост начал работать на миллиард процентов и так далее. Очень, очень, очень вам понравится. Бестыжий телесериал американский. Рассказывает историю специфической большой семьи бедной из США. Не скажу, что многоразовый фильм. 7 из 10. Но разок посмотреть можно. «Пираты Карибского моря». Все части Джонни Дэп. Один из моих самых любимых актеров. Потому что, ну то есть, если я знаю имя актера, то это он уже один из самых моих любимых актеров. Очень светлый посреди этот ваг, этот ваг, он качается, он качливая походка. Это просто великолепно. Завещание Теслы. Про как бы секретную книгу, где Тесла писал все свои разработки, которые пережали свое время. Очень захватывающий фильм. Но, конечно, конец чуть-чуть 7 из 10. Те, кто создал Америку. Очень специфический формат сериала про историю Америки. А именно про миллиардеров, которые устроили. Про Кенри Форда. Про Ротшильда Фракфеллера. Про создание лампочки. Ну, это история Америки. «Карточный домик». Первый сериал Нетфликса, который сделал Нетфликс столь великим. Последний сезон просто отвратительный, но до этого это очень крутой фильм про политиков, американских политиков, эти все закулисные игры и так далее. Мне очень понравилось. Ну, все испортил Последний сезон. Я вас просто к этому приготовляю, что, ну, будьте готовы, Последний сезон вас порвет хуже, чем Последний сезон Сезонных Рыб Престолов. «Банкир». 10 из 10. История двух черных банкиров, которые решили скупать недвижимость и вообще быть богатыми в то время, когда черным, можно сказать, было запрещено быть богатыми. «Одаренная». Фильм про девочку с безумным интеллектом, с безумным умением вычислять и решать нерешаемые уравнения. «Цветок пустыни». И реальная история африканской девушки, которая показывает и рассказывает про те ужасы, которые происходят в Африке с девушками. «Мне 10, а я уже разведена». Тоже очень интересный фильм про те страны и те события, когда свадьбы происходят, во-первых, без согласия девушек и происходят, когда их выдают там в 10 лет, в 9. Это полнейшая жесть и это интересный фильм. «Волкс, Уолл-Стрит», ну пушка, ну как такое можно, не включить в этот топ, просто история Джордана Белфорда, лучшего продавца мира, человека, который продавал самым богатым людям Уолл-Стрит и все Америки, копеечные акции на десятки миллионов долларов в год. Это великолепная история. Ну и как там написано, стать миллионером 24 и в 30, или сколько там, потерять все. Советую посмотреть. Там есть еще продолжение, но то продолжение, которое сняли раньше. То есть там специфически. То есть, ну вот именно «Волкс, Уолл-Стрит», пушка, бомба. Вау. «Пацаны со стволами», история двух друзей, которые, это реальная история, взяли и нагнули США. Такое происходит очень редко, но они нагнули. Они продали, не буду говорить что, потому что сломает весь сюжет вам, всю интригу. Но советую посмотреть, это реальная история и захватывающая. Про дружбу, ссоры, деньги. Точнее, дружбу, деньги, ссоры. Сделано в Америке. История, опять же, на реальных событиях, про летчика, который работал на ЦРУ и одновременно возил кокаин Пабло Эскобара. Вот такой прикольный человек был. «Падение Лондона». История про просто великолепный заговор, покушение на всех мировых лидеров в Лондоне. Вау, это просто такой кинематограф тяжело снять, потому что там такие эффекты, взрыв Биг Бена. Это интересно. «Джон Вик», четыре части. Крутой боевик. Это, честно, вот тот боевик, который можно посмотреть пару раз. Советую посмотреть. «Кингсмен». Там есть две части, «Золотое кольцо» и второй, не помню, как это называется. История про суперсекретное шпионское агентство, которое работает в Британии. Потом там Бах-Бух, ну, потом они еще в Америку поехали, но это уже во второй части. Советую посмотреть. И последний фильм, последний в этом топе, «Охотник с Уолл-стрит». Рассказывает историю про Headhunter, который сначала был помешан только на деньгах, потом у него случилась беда с дочкой, а и он поменял свое мировоззрение. Советую вам посмотреть. А на этом топ наш заканчивается. Он получил очень большим сам видеоролик, который не отмонтирован. Я уже вижу там 35 минут. Это дольше, чем предыдущий видеоролик с книгами. Хотя, я думаю, в монтаже выйдет минут 20. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, лайк, подписка, комментарии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok